Привет, это Никита, СДК Алмаз, и сегодня я вам покажу одноэтажный дом 75 квадратных метров, который мы построили и сдали нашим заказчикам. Погнали! Здесь у нас, как обычно, здесь у нас есть щебень, ворота, калитка и, собственно, сам дом. Забор у нас выполнен цветом мокрой асфальта, называется, параллон 7024. Все чаще и чаще наши заказчики его просят. И сразу я покажу, как дом выглядит. Сделали мы новомодный нынче почти дизайн, сделали деревянные планки. Сейчас я подойду, мы их потрогаем поближе. Дом у нас светлого цвета, приятного, и крыша серая. Также у нас спереди дома вход в подвал, я вам его тоже покажу, достаточно интересный. Стандартное крыльцо уже обычное для нас. Немножко посмотрим участок, он у нас 5 соток, небольшой. Здесь у нас зарезервировано место под гараж. Пока временно сделана отсыпка щебнем, ворота, заходит у нас электричество. Обнесли участок забором по периметру. Кстати, если будет интересно, то этот дом строили мы, ну и, естественно, этот тоже. Ну и этот строим мы, и там сейчас возводится, пока не видно, потому что каменные работы только начались. Стою я в углу участка, смотрю на дом. Вход у нас один, веранда нет. Обратите внимание, как много продухов. Как обычно мы их делаем. И интересная решеточка под коньком для вентиляции подкроленного пространства. Водостойка у нас выполнена также серого цвета, серые софиты. Водостойки сделаны пластиком уже полтора года, мы работаем пластиком фирмы Декки. Это не реклама, он действительно хороший. Сделан у нас караэт, равномерный рисуночек, без лишних полных перепадов. Все чистенько, красиво, приятный цвет. Окна с ламинацией чистенькие. Здесь у нас скважина, и впереди подрядная яма. Пойдем посмотрим, расскажу поинтереснее про фасад. Каким образом это было сделано. На фасад у нас через вент зазор прибита обычная доска. Вот здесь у нас вентилируемый зазор, чтобы не копило сплесень. Все это покрашено. Здесь сделан запил в угол, торцы. И естественно не черные, здесь металлические саморезы. Они не ржавеют. И сверху заказчик просил остановить ему прожектор для освещения. Обратите внимание, окна у нас несимметрично стоят на фасаде. И для того, чтобы добавить динамики еще больше, мы также вот эти деревянные рейки расположили несимметрично. То есть у нас асимметрия. Посмотрим вход в подвал. Он также выполнен первый раз. У нас такие двери. Они же являются крышей этого входа в подвал. Здесь он открывается. И поехали вниз. Места здесь не очень много. Но вот я сейчас не приседая, захожу и достаточно комфортно себя ощущаю. Но здесь темно, к сожалению, ничего не видно. Но я стою в полный рост. Подвал у нас придуман в первую очередь для складирования. Сделаны у нас здесь все гребные ямы. На этот раз их три штуки, потому что уровень грунтовых вход высокий. И мы старались максимально от него уйти. Грунт сейчас садится вокруг ямы. Это нормально, такое бывает. Ничего страшного в этом нет. Еще больше он сядет после зимы. Подводка газа. Газовый счетчик. Здесь газ у нас уходит на кухню. И коаксиальная трубка. Висит газовый котел. Пара слов про конструктив. Здесь все стандартно. У нас блочный фундамент, кирпичные стены, плитные перекрытия, двускатные крыши из металлочерепицы. Но есть один нюанс. У нас стена 250 миллиметров, то есть толщина в кирпич. Я уже не единожды говорил. Для одноэтажного дома этого достаточно. Здесь мы это сделали для того, чтобы немножко удушевить входную стоимость проекта. Добавили мы деревянные речки на фасад. Они у нас иссасны, это не листницы. Мы уверены, если покрасить нормальной пропиткой, все это будет стоять долго. И крыша серого цвета, что тоже слегка необычная. Под всем домом у нас технический этаж. У нас подвал. Высота его метр девяносто. Вот таким образом делал нас вход. Это вместе с входом еще и крышка. И крыша, и крыша. Люди, умоляю, больше не спрашивайте про теплотехнику кирпича и пенопласта 100 миллиметров. Его хватает. Вот прям 100% хватает. Я вам, хотите, приложу вот здесь. Приложил теплотехнический расчет кирпичной стены с утеплением 100 миллиметров. Кто хочет, заходи, смотри. Пройдем вовнутрь. Дверь у нас здесь заказывал сам заказчик. Она у нас толстенькая, приятная. С терморазрывом. Внутри у нас жара. Сейчас работает электрокотел. Подогревает. И заказчик уже начал отделку. Не удивляйтесь. Обычно у нас стены белые. Всем привет. В этот раз они у нас с отделкой. Электрический щиток, который будет закрыт в последующем шкафу. Здесь он будет корпусный. Большой холл. Проходим и попадаем сразу в кухню-гостиную. Здесь у нас помещение кухни. Здесь у нас помещение гостиной. И посредине мы сделали кладовую комнату. Сейчас мы в нее заходить не будем, но внутри она есть. Здесь у нас уже лежит ламинат. И стены готовы. Клеены обои. Где-то сделана декоративная штукатурка. Пройдем на кухню. Она у нас небольшая. Порядка 12 квадратных метров. Как обычно у нас здесь газовый котел. Временно внизу установлен электрический, пока газ не дали на объекте. И бойлер для горячей воды. Коллектора теплого пола у нас стоят. Это уже достаточно стандартное мероприятие. Сейчас заказчики ожидают кухонный гарнитур. Здесь у нас сделан большой интересный фаркук. Здесь у нас, судя по всему, детская. Так же почти готово. На этом все. С вами был Никита. Сдк Алмаз. Обзор 2-этажного дома. Смотрите на наши видео. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Подписывайтесь на канал. В общем, ребята, продолжаем снимать. Спасибо за внимание. Пока. Пока.